МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это осознанное решение. Ты учился? Или вот, в общем-то, пришел, хочу быть журналистом, и все тут? Нет, получилось так, на самом деле, что это осознанное решение. Я после школы целенаправленно поступал на журфак нашего университета, Тоско-государственного. Ну и так получилось, подвернулся случай, учась на втором курсе, и обнаружил, что есть вакансия в одной, в Сибирске, на тот момент в спортивной газете отправил им заявку, так и написал, что хочу у вас работать. И вот с 2005 года, можно сказать, в принципе, вот у меня началась уже такая практическая работа. И сразу именно спортивная тематика, да? Сразу, да, потому что... А почему? Ну, тут, наверное, как, в принципе, у всех, у многих, по крайней мере, кто работает в спортивной журналистике, увлекался спортом, спортсменом быть не получилось, хотелось как-то вариться в этом котле, да, какое-то иметь к этому всему отношение. Ну, вот поэтому я решил, что, в принципе, спортивная журналистика, это может быть выход в этом вопросе. Поэтому это было, вот, изначально именно на спорт я себя, в принципе, настраивал. Потом, конечно, профиль постепенно расширился, появились другие темы, но, в принципе, спорт я до сих пор своей основной специализацией считаю. И все это время ты работаешь в печатных СМИ, да? На телевидении ты не практиковался. Да. Почему? Ну, это, наверное, так получалось. То есть не твое? Ну, я, честно говоря, даже не особо и пробовал, вот, поэтому у меня контакт с телевидением только вот на таких вот встречах в студиях, как вот сегодня с вами. В принципе, да, у меня с первого дня работы это была печать, и, в принципе, так оно по сей день и остается. Как считаешь, у нас спорт в Алтайском крае есть? Достаточно мероприятий или все же, как бы, дефицит наблюдается какой-то? Я считаю, что спорт у нас есть, хотя вот в данный момент вот какой-то вот именно конкретно сейчас наступает какое-то затишье, но это, наверное, летом всегда с этим связано, мероприятий не так много, но спорт у нас есть. Тут я бы не стал мерить только одними проводимыми у нас мероприятиями, а в целом спортивной жизни, которая у нас происходит, по тем людям, которые у нас живут, у нас тренируются. Сейчас, да, говорят разное про спорт в Алтайском крае, да, что там чего-то ему не хватает, что там что-то у нас уходит, загибается. Ну, если даже судить по именам, у нас вот все последние Олимпиады, все последние крупные соревнования у нас не проходили без участия спортсменов Алтайского края. Вот буквально завершились европейские игры в Минске, там наш Сергей Каменский, песчанин, пелестящий выступил, сыграл три медали. Более того, у нас сейчас даже в сборных других стран выступают спортсмены, которые имеют барнаульскую прописку, вот, например, в белорусской команде по художественной гимнастике Арина Цицилина, она начинала заниматься здесь. Да, у нас есть определенные проблемы в крае именно с игровыми видами спорта, если говорить там про футбол, про хоккей, можно долго, конечно, рассуждать на тему, с чем это связано, вот, но в целом я считаю, что в спортивной жизни у нас, ну, не все так плохо. И школа, в общем-то, я так понимаю, достойная, раз ребята показывают такие результаты. Школа однозначно достойная, это и касаемо футбола, вот там только на высшем уровне в российской премьер-лиге у нас играет несколько наших воспитанников, в том числе и в сборной России, вот у нас был Алексей Смеркин, сейчас ему на смену пришел Саша Ерохин, в НХЛ играет человек, который начинал свой хоккейный путь в Барнауле, в сборной России по волейболу, двое людей, которые тоже начинали свой спортивный путь здесь. То есть, в принципе, и с талантами, и с тренерами у нас... Это что, говори, Сергей Шубенков. Ну, да, Сергей Шубенков однозначно, да, Сергей Шубенков, Сергей Каменский, Иван Нифонтов. Да, 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 очень такие уже известные имена, даже тем, кто особо спортом интересуется и знает. Конечно, однозначно, да, они всем на слуху, конечно, конечно. Расскажи, с кем вот благодаря твоей профессии, твоей специализации удалось познакомиться? Кому пожать руку, там, такому, что прям, ах, гордость берет. Ну, тут, может быть, не хочу хвастаться, но, в принципе, получилось, конечно, много с кем, и это вот одна из тех вещей, за которые, в принципе, я благодарен работе. Вот буквально вчера, например, у нас Динамо проводила товарищеский матч в Новосибирском, их сейчас тренирует Игорь Чугайнов. Вот, например, в конце 90-х я вот его видел только по телевизору, как он играл за «Локомотив», да, как он играл за сборной России. Вчера вот довелось с ним пообщаться после игры. И много таких, это, опять же, начиная и барнаульских ребят, это и Сергей Шубенков, о котором мы уже говорили, Сергей Харахордин, Иван Нифонтов, и звезды мирового спорта, вот Джефф Монсон неоднократно к нам приезжал, Эвандер Холифилд, Костя Дзю, в принципе, это список такой большой, Андрей Аршавин, даже, в принципе, не выезжая за пределы барнаула, у нас удается познакомиться, в принципе, со многими известными людьми, на самом деле. Слушай, ты сказал, что занимался спортом в детстве, я так понимаю, да? А каким видом? Нет, именно сам занимался спортом я уже стал чуть позже. В детстве я просто интересовался футболом, ну, естественно, играл там во дворе. Сам я потом уже в студенчестве, я в 7 лет занимался восточными домбурствами, айкидо в частности, ну, так получилось, из-за травмы пришлось оставить. Сейчас по мере возможности стараюсь тренажерный зал посещать, чтобы хоть как-то в форме быть. Не всегда, конечно, это удается, в том числе и по работе, и по занятости. Ну, стараюсь как-то, в принципе, не только в теории со спортом, но и в практике. Ну, в общем-то, да, чтобы на одной волне быть со спортсменами. А какие темы тебя еще привлекают, кроме спорта? Ты уже сказал, что такой многостаночник на данный момент, и все же. Одно время в газете я довольно плотно сидел на такой на дорожной тематике, на дорожно-благоустроительной. Выезды, ремонты, асфальт, щебень. Очень коммунальная какая-то тема. Да, можно так сказать. Интересует меня очень сильно музыкальная тема, может быть, потому что музыка – это второе увлечение после спорта, можно так сказать. Поэтому музыка, все, что происходит, музыканты, какие-то имена, проекты. В смысле, приезжие концерты или в том числе и филармония наша? В том числе и филармония, в том числе и наши оркестры, не обязательно только приезжие. Так, вот за годы работы спортивным журналистом, я поняла, что ты, конечно, разгружаешься иногда разными другими тематиками, и все же надоело. Но бывает, человек исписался постоянно про спорт, каждый день. Вот как ты приходишь в себя? Переключаешься на другие темы? Во-первых, да, можно попытаться переключиться на другие. И филармонийские штампы в спорте, они же тоже есть, наверное. Они есть однозначно, да, они есть однозначно, и штампованные фразы, и какие-то даже, когда, в принципе, из года в год ты входишь в одни и те же соревнования, потому что, ну, надо, надо там быть, да, от этого никуда не деться. С одной стороны, можно пытаться переключаться на какие-то другие темы. С другой, можно пытаться как-то подавать это все нетривиально, то есть, опять же, не расписывать банально, что вот сегодня в таком-то спортивном объекте прошли какие-то соревнования, приехали те, искать какие-то подходы, искать какие-то новые имена, там, может быть, попытаться самим там стать участником каких-то этих событий, не знаю, там, в той или иной роли, но не просто как со стороны это описывать, а попытаться быть вовлеченным. Я, в принципе, считаю, что вот в освещении спортивной темы, особенно вот таких СМИ общей направленности, не узкопециализированных, так и надо, искать какие-то фишки, искать какие-то нестандартные стороны, потому что понятно, что не всем людям интересно действительно секунды, голы, результаты и то, как там кто-то пробил. Поэтому нужно что-то небанальное. У нас был такой журналист, Юра Борлист, ты его знаешь, конечно. Он умудрялся из любого матча, из любых стартов написать такой забавный, веселый материал, то есть, например, увидит ярко-кислотные кроссовки у какого-нибудь спортсмена и начинает вот обыгрывать их, и между тем все равно ведь рассказывает суть, кто сколько где забил. Я полностью согласен. Ну, самое главное, вот эти кроссовки. Я полностью согласен. Вот Юру Борлисту было очень приятно смотреть, жаль, что он покинул пределы Алтайского края. И вот я согласен, что именно так и надо, что искать какие-то небанальные вещи, что может зацепить зрителя, что может зацепить болельщика. И кто знает, может быть, он после этих даже тех же желтых кроссовок начнет этим спортом интересоваться. Точно. А много ли у нас ребят, которые пишут на спортивную тему, достойных ребят? Да, у нас ребят много, и ребят достойных много. И, в принципе, я считаю, ну, честно, мне тяжело сравнивать, как в других регионах, но я считаю, что у нас в Алтайском крае, в Барнауле, у нас спортивная журналистика, она находится на таком, на достаточно высоком уровне. Это и, причем, и ветераны, которые до сих пор остаются в строю, и так, люди, скажем так, зрелого поколения, да, вот я могу назвать там Сергей Анатольевич, Зюзин, Виталий Васильевич Дворянкин, которые я считаю своими учителями. И, в принципе, молодежь, которая там, кто-то из них еще учится в университете, кто-то недавно закончил, но они все, в принципе, уже достойно пишут. И еще об этом может сказать тот факт, что, в принципе, за последние годы, ну, несколько человек уехало там покорять большие города, Москву, Питер, в том числе и спортивных журналистов, и никто из них не затерялся, и все, в принципе, они находятся в пределе, и все, да, вот достаточно сказать, вот, допустим, Михаил Миламед, ведущий программы «Чемпион», сейчас он комментатор «Матч ТВ», вот, все мы помним, недавно привез нам замечательное мероприятие, матч на Алтае. Слушай, наверняка спорт не обходится без курьезов. А бывали у тебя такие веселые, забавные случаи? Бывали однозначно. Вот, например, можно в прошлом году вспомнить календарный матч коммунальщика, мне надо было на нем быть, нужен был оттуда материал, я посмотрел по календарю, такая-то дата, в воскресенье, все, коммунальщик играет с петербургской командой. Я в назначенное время приезжаю на стадион, стадион закрыт, никого нет. Я начинаю что-то такое сомневаться, вот, я стою, открыл, опять же, свою запись, посмотрел, нет, в воскресенье, 15.00, все. Перезваниваю, пересекрет, 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 наши коммунальщика, говорю, Вадим, а во сколько наши играют? Он мне подтверждает в 15.00. Я говорю, слушай, я приехал, никого нет. Он говорит, а ты куда приехал? Они в Питере играют. Нормально. Вот, то есть, на самом деле, много веселых моментов. Вот, однажды приезжал к нам Андрей Рашавин, нас информировали, что тот второй там мая детского футбольного матча он будет смотреть с балкона школы смерти, на журналисты собрались, Андрея Сергеевича нет. Все сразу стали думать, что вот, ну, звезда приедет. Да-да-да, как всегда, обещали, и не приехал. Не соблюдать графики, да, то есть, не важно, что люди собрались. Потом выясняется, что Андрей Сергеевич честно пытался пройти к нам, но на него накинулось столько детей с автографами, что просто они ему, на самом деле, физически не дали пробраться к этому балкону. И вот я первый раз на этом матче, я первый раз видел, как человек просто убегает от детей, которые за ним бегут с бумажками, с фотографиями, чтобы он на них расписался. Ну, то есть, тоже так было забавно на это наблюдать. Ну да, вот это и есть популярность. Каким-то образом принято у спортивных журналистов вот сегодняшний праздник, международный день, отмечать? Ну, будем ли мы сегодня отмечать, мы пока еще не решили, не определяясь. Ну, вообще, да, у нас с нашей журналистко-спортивной тусовки, скажем так, приняты какие-то встречи, какие-то соревнования. Вот я уже говорил, был турнир-матч на Алтае, в котором принимала участие, в том числе и футбольная команда спортивных журналистов. В последнее время стали проводиться для работников СМИ какие-то турниры по боулингу, по керлингу, по тому же самому футболу. То есть, у нас такая крепкая, слаженная тусовка, но я думаю, мы найдем способ, по крайней мере, чтобы этот день у нас не остался незамеченным. Вот на самом деле приятно, я не знаю, честно говоря, не узнавал, есть ли, допустим, не культурных спортивных журналистов, политических обозревателей, но вот в этот день есть 2 июля, да, и здорово, что вот он как-то отмечен, наверное, на самом деле говорит, что спортивная журналистика – это такая вот особая сфера в мире СМИ, в мире журналистики. Ну, из ближайших каких-то мероприятий, запланированных, какие-то чемпионаты предвидятся, мы хотим участвовать. Не планировали? Пока не планировали, пока, честно говоря, не знаю, но я думаю, оно обязательно, как начнется активная спортивная жизнь, потому что сейчас, я уже говорил, лето такое, межсезонье, затишье, я думаю, оно что-то обязательно будет, когда начнется горячий спортивный сезон. Какие-то выездные мероприятия ты снимал, то есть, не знаю, за границу никуда не ездил, нет у вас таких командировок? За границу, к сожалению, нет. В прошлом году было заметное событие, до сих пор это все вспоминаю, это был чемпионат мира, можно сказать, я сам себе организовал такую командировку, у меня был в это время отпуск, я решил, что глупо оставаться, и неправильно оставаться в стороне от такого события. Поэтому удалось купить билет, и я был на двух матчах в Санкт-Петербурге, на двух матчах чемпионата мира, причем включая игру сборной России. Это вот здорово, что получилось окунуться, это в том числе была и какая-то разрядка, и возможность выйти куда-то на другой уровень, посмотреть, как там люди работают, как там вообще такие события проходят. Вот это было, наверное, вот за все годы работы, наверное, ну такое самое, самое яркое спортивное событие, если можно так мероприятие, если можно так его назвать. Ну что же, я поздравляю тебя и твоих коллег с праздником. Спасибо, что нашел время и пришел к нам в студию. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях спортивный журналист Ярослав Махначев, заместитель шеф-редактора газеты «Вечерний Барнаул». Спасибо.